Всем привет, меня зовут Егоров Максим, вы смотрите мой канал Ремонт без купюр и сегодня я хочу высказать свое мнение на тему что же в итоге лучше для отделки помещения, декоративная штукатурка или обои об этом очень много споров и естественно у каждого есть свое мнение это знаете как известный спор, кто же в итоге круче, лыжник или сноубордист если сравнивать два эти покрытия по потребительским свойствам, то ситуация выглядит примерно так декоративная штукатурка ремонтируется, а обои нет, точнее она ремонтируется точечно допустим вы закончили ремонт и приступили к мебелировке вашего пространства естественно в какой-то момент рабочие занося мебель могут задеть каким-нибудь углом ваше настенное покрытие и его поцарапать, как например вот здесь это обои под покраску, естественно их придется переклеивать а вот если бы здесь была вот такая вот декоративная штукатурка которая по своей структуре, по своей фактуре очень похожа цвет в принципе можно что обоим, что декоративной штукатурке задать любой то нам не понадобилось бы переклеивать всю стену а мы могли бы отремонтировать все вот эти вот задиры точечно то есть взять инструмент, которым была создана эта фактура и починить ее точечно потом аккуратненько подкрасить и в принципе стены были бы как новые у обоев есть стыки, а все декоративные штукатурки наносятся таким образом, что стыков нет и в этом плане декоративка тоже выигрывает конечно есть и обои, на которых стыки почти не видны, но это только почти у обоев частенько отклеиваются углы и расходятся стыки полос это очень заметно, особенно на ярких расцветках с декоративной штукатуркой такого не бывает ну и конечно посмотрев эти три довода с моей стороны можно сделать вывод о том, что декоративная штукатурка однозначно лучше но не торопитесь и посмотрите видео до конца бытует мнение о том, что под декоративную штукатурку нужна идеальная подготовка стен на самом деле хорошая подготовка нужна под любое покрытие когда так говорят, то имеют ввиду тонкослойные декоративные штукатурки такие как велюр серебро, небе, велата это ну вот такого вот плана покрытия у которых слой практически не ощущается и не перекрывает мелкие риски и царапины на стене но если сравнивать эти покрытия с обоями то нужно и сравнивать их с такими же обоями такие например, как вот такие вот тоненькие притоненькие обои под такие обои, под такую декоративную штукатурку стены нужно готовить тщательно в противном случае все неровности, все царапины, какие-то повреждения шпаклевки будут заметны через эти обои но если мы рассматриваем вот такие вот толстослойные покрытия такие как например травертин, рустик то подготавливать особо под них не нужно но и сравнивать такие декоративные штукатурки нужно вот с такого вот плана обоями которые, ну вот если вы их потрогаете, то вы сразу поймете про что я говорю но я думаю, что и на камере будет заметно что они имеют такую толстую, плотную фактуру и самое главное, что основание, на которое они нанесены, на флизелин оно очень плотное такие декоративные штукатурки и обои в принципе прячут под собой всякого рода неровности их можно клеить прямо на стартовую штукатурку так что если сравнивать обои и декоративку в разрезе подготовки поверхности то, на мой взгляд, она должна быть одинаковой а теперь хочу рассмотреть варианты применения обоих покрытий если брать спальни и гостины, то в них можно применять и то и другое но вот если вы хотите нанести что-то в ванной комнате вместо плитки то однозначно выигрывает декоративная штукатурка не все варианты подходят, но все же есть несколько видов покрытий которые выдерживают такую агрессивную среду про обои, к сожалению, я такого не слышал ну и конечно же, я не могу не затронуть вопрос что же делать, если все мне это надоело в вопросах с обоями нет никаких проблем берете, сдираете старые и клеите новые а вот с декоративкой не так все просто если у вас гладкий, безрельефный вид декоративной штукатурки то тут все просто перекрашивайте в белый цвет любой водоэмульсионной краской желательно моющейся и делайте с поверхности все, что вы хотите а вот если у вас нанесена фактурная штукатурка теперь хочу рассмотреть оба покрытия с точки зрения выбора декоративную штукатурку можно сделать абсолютно любого цвета в обоях вы ограничены выбором в каталоге в котором представлены эти самые обои если конечно же мы не берем обои под покраску которые тоже можно покрасить абсолютно в любой цвет но при богатейшем выборе цвета у декоративной штукатурки и у обоев под покраску у них очень маленький выбор принтов то есть самих рисунков обои в этом плане не то чтобы выигрывают их даже сравнивать по этому показателю глупо потому что обоиные производители делают такие интересные варианты что из декоративной штукатурки повторить их практически невозможно почему практически? сейчас покажу сейчас вы видите вариант нанесения фактурной штукатурки через трафарет смотрится как обои но обладает всеми потребительскими свойствами декоративки оно ремонтное, бесшовное, моющееся и сейчас вы наверняка скажете так вот же оно идеальное настенное покрытие да, но есть одно но для того чтобы получить такой рисунок на вашей стене придется выложить кругленькую сумму потому что сам материал стоит столько же как если бы вам его наносили простой фактурой а вот работа будет стоить гораздо дороже так как это уже не стандартное нанесение а художественное но если вас это не пугает то пожалуйста можете его заказывать и кстати скоро на моем канале появятся видео уроки с техникой нанесения для новичков и заказчиков которые хотят сэкономить на работе сделать все самостоятельно так что подписывайтесь на канал ставьте палец вверх нажимайте на колокольчик чтобы ничего не пропустить ну и последнее на сегодня есть еще один важный на мой взгляд момент на который я хочу обратить ваше внимание это постоянство производства что это значит спросите вы а вот что у декоративной штукатурки существуют варианты фактур и эффектов и они производятся постоянно зачастую пересекаясь у разных производителей вам остается лишь выбрать цвет, фактуру и технику нанесения и даже если дилер завода в вашем городе перестал продавать вашу выбранную декоративную штукатурку то вы без особого труда сможете подобрать себе аналог у другого производителя это очень важно а вот с обоими все сложнее цвет одного и того же артикула меняется от партии к партии каталоги тоже постоянно меняются если вы купили вариант который вам очень понравился и через там допустим 3 или 6 месяцев захотели докупить то у вас этого не получится потому что ну не обязательно не получится а скорее всего не получится потому что они могут быть сняты с производства и вам придется мучительно долго выбирать что-то максимально похожее на то что вы выбрали итак настало время подвести итог нельзя однозначно сказать что лучше, а что хуже и у обоев и у декоративных штукатурок есть как сильные, так и слабые стороны но на мой взгляд оба настенных покрытия достойны внимания а самые классные интерьеры получаются при грамотном сочетании обоих видов материалов ну что, а на сегодня у меня все спасибо, что досмотрели видео до конца не забудьте поставить палец вверх подписаться на мой канал пока что такое, блин? ну я как будто вот здесь вот поворачивал сейчас, да? да, а там что на тексте-то? а вот а тебе овал диспельша да ё-моё ну чё, не будем это крутлю делать? очень довольны ну да, вот так давай спасибо 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 спасибо